Главное, что продают турагенты в Турции – отели, не курорты и не экскурсии. На многочисленных семинарах, вебинарах, роуд-шоу мы знакомимся именно с отелями. И главная цель всех инфотуров – познакомить турагентов с гостиницами. Турецкие инфотуры всегда были хорошо организованы, много отелей, в программу обычно входил яхт-тур. Но не уделялось время изучению инфраструктуры курортов. Куда выйти туристу, где погулять, куда можно поехать, кроме организованных экскурсий. И я хочу поделиться одним опытом. Когда я первый раз поехала в турецкий инфотур, у меня уже за плечами были рекламные туры в Таиланд, которые нам организовывала наш партнер Виктория Кудрявцева – директор небольшой тайской фирмы «Ника Стар Интернешнл». Еще тогда она подала пример, как нужно проводить инфотуры и показать все достоинства страны. Конечно, тогда отелей в Таиланде мы смотрели гораздо меньше, чем в Турции, поэтому было больше свободного времени на знакомство со страной. После этого я произвела практически революцию в наших инфотурах. Во-первых, я просила принимающую фирму, чтобы в программе была обязательно предусмотрена остановка в прогулочных зонах и значимых местах на курорте. Мы гуляли по старинному кварталу Калеича в Анталии, выезжали вечером в Алане, чтобы пройтись по набережной баров и дискотек, и пройтись по торговому кварталу. Ходили гулять в Кемер, между отелями заезжали в Сиде, чтобы прогуляться до храма Аполлона. В Марморисе исследовали улицу баров. В Бодрыме посещали остатки Галикарнастского мавзолея, забирались к знаменитым ветряным мельницам и также исследовали улицу баров. Сейчас во многих районах на курортах работают гранд-базары, и почти из каждого отеля есть куда выйти, хотя бы к базарчику. Раньше такого разнообразия не было. Во-вторых, при осмотре отелей я в обязательном порядке просила дойти до пляжа, особенно в отелях, которые были не на первой линии. По Марморису при осмотре отелей мы принципиально ходили только пешком. В-третьих, наши программы были насыщены экскурсиями. Каппадокия, Эфес, Памукали, Дальянкаунас, Яхтур. Конечно, знать нужно и инфраструктуру курортов, и хорошо разбираться в экскурсиях, чтобы давать рекомендации туристам. Но этот урок посвящен гостиничному сервису Турции, который бесспорно развивается активнее всех других средиземноморских направлений. Каждый год происходят многочисленные изменения на курортах. Строительство новых отелей, реконструкция старых, обустройство туристических центров, расширение и улучшение отельного сервиса. Бывало, во время инфотуров мы осматривали в строительных касках еще недостроенные отели. Правда, лет 10 назад строительство новых отелей шло интенсивнее, сейчас уже темпы замедлились. Но реновация отелей и курортов продолжается регулярно, а обновление и улучшение сервиса – непрекращающийся процесс. Каждый год на семинарах мы узнаем о новинках в отельной базе Турции. У этого урока задача получить системные базовые знания по сервису турецких отелей. А он настолько разнообразен и основателен, что изучив его, вы будете подготовлены для знакомства с отельным сервисом других стран. В дальнейшем в уроках я буду использовать некоторую терминологию, о которой скажу здесь, и часть моментов не нужно будет пояснять. Урок состоит из четырех частей. В первой части вы узнаете об истории гостиничного строительства, отельных цепочках и брендах, классификации отелей, об особенностях расположения территории архитектуры отелей, как встречают в турецких отелях, онлайн-регистрация, о типах питания, ресторанах и барах. Во втором видео я расскажу о дневных и вечерних развлечениях, о сервисе по уходу за здоровьем, о возможностях для делового туризма, об особенных гостиницах, различных пакетах и концептах, предлагаемых в отелях, о бытовых и других услугах, о мобильных приложениях, о сайтах отелей, об отзывах и рейтингах и о том, как представлены отели в соцсетях. Третья часть урока, тоже отдельное видео, посвящено детскому сервису. И четвертое – отельным номерам. А начать я хочу с истории развития гостиничного бизнеса на морских курортах Турции. Когда-то давно один турист убеждал меня, что сцены на улицах Стамбула из фильма «Бриллиантовая рука» снимали в старом городе Калеичи в Анталии. Конечно, он сильно ошибался. Эти сцены снимались в Баку в 1968 году. До экспансии российских туристов в Турцию оставалось еще очень много лет. Хотя именно тогда, в 1968-1970 году в Алане появились первые отели из тех, что мы сейчас предлагаем. Первые отели в Мармарисе также появились в 60-е годы. Но наиболее бурное отельное строительство идет с 80-х годов. Это связано с историческим развитием страны. Дело в том, что 60-е и 70-е годы 20 века в Турции было непростым временем. В 60-м, 71-м и 80-м годах происходили военные перевороты, то есть каждые 10 лет. Но в 1982 году было восстановлено гражданское правление. Развитие отельной базы в Анталии началось с 80-х годов 20 века. Кимерия с конца 80-х. Сиде 80-е и 90-е годы. Белег с начала 90-х. До 1997 года в Турции было разрешено казино. Но его запретили уже при нас. Кстати, Мармарис был одним из мест, где развивался игорный бизнес. В частности, казино было в отеле Гранд Азур. Но потом курорту пришлось перестроиться. Он превратился в курорт двух трехзвездочных отелей городского типа и апартаментов. В начале 2000-х в Мармарис хлынула волна российских туристов, в том числе из регионов. С 2001 года из Новосибирска летали чартеры. Курорт начал перестраиваться под российский рынок. Здесь начали строиться новые отели побольше и звездами повыше. 4-5 звезд. Особенно стоит выделить 2005 год. Бум строительства в Новой Ларе в Анталии, когда открылось сразу несколько отелей. Предлагаю посмотреть, как шло строительства на примере этого района. Первым открыл свои двери в 2002 году отель Ларес Парк. Потом некоторое время отель назывался Риксос Ларес, сейчас это Дельфин Бигранд. На следующий год рядом открылся Титаник Бич Лара. И уже через два года в 2005 году открылось сразу 8 отелей. Больше такого урожайного года не было в этом районе. Постепенно открывались новые отели и уже не на первой линии. И потом этот бум продолжался еще несколько лет в других районах, в основном на Турецкой Ривьере. 10 лет назад даже была новость, что немецкие туроператоры призывают турецких отельеров приостановить открытие новых гостей. Было время, когда темпы строительства снизились. Но в 2019 году открылось снова много отелей, хотя открытие некоторых просто затянулось примерно на год. Давайте сравним. Вот информация из моих архивов за 2006-2007 год. В любые времена больше строят на Анатолийском побережье от Кемера до Алании. И обратите внимание, строятся в основном отели 5 звезд. У нового отеля есть плюсы и минусы. Неоспоримые плюсы – это свежесть и реализация новых стандартов. Например, с какого-то момента в отелях появились большие стандартные номера. Хотя из того, что мне известно, требования по метражу номеров в турецких отелях 5 звезд более чем скромные. Так что категория отеля и размер номера не связаны. Но у нового отеля есть и минусы. Чаще всего это недостаточно зеленая территория, несработанная команда, частично неработающий сервис. Если весь район новостройка, то могут быть еще и неприглядные виды из номеров. При выборе отеля надо обращать внимание на дату строительства и на дату последнего ремонта, косметического или полной реконструкции.